Всем привет! С вами снова Настя и вы находитесь на канале Анскулайнен! Та-дам! Да, я сейчас возвращаюсь на YouTube и вот самое первое, что я хочу вам сказать, это большое спасибо за терпеливость, потому что у меня не было очень длинный отрезок времени на YouTube, но я сейчас собралась и решила вернуться. Вот эти все пафосные видео на тему, где я была, куда я пропала, вот честно, я не люблю делать такие видео, потому что вот не люблю я отчитываться перед людьми, но если бы ни одна история, которая со мной произошла, я бы, наверное, все-таки не рассказала, почему я пропала, вот, но думаю, что будет это будет достаточно честно поделиться, рассказать, я думаю, что вам будет интересно. Ну, во-первых, конечно же, лето это пора отпусков и отпусков, и, конечно же, и, конечно же, у меня был разделен отпуск на несколько недель, то есть четыре недели были разделены на отдельные недельки, то есть вот, и я успела побывать за это время в Будапеште, также я проводила одну неделю в Финляндии в уединении абсолютно далеко от цивилизации и делала различные такие, как назвать, творческие вещи. Так, подождите секундочку. Да, в общем, я вот такую книгу огромную оформляла в своем отпуске, вот такую огромную книгу, она даже не помещается в экран, но, в общем, смысл этой книги это воспоминания, которые я запечатлила со своих поездочек, вот, и я думаю, как бы тут показать, я думаю, что я просто закрою какие-то фишки, вот, мне просто интересно показать вообще, что и как тут, да, то есть это вот такая вот штука, вот, какие-то фотографии, в общем, карты, я очень люблю такие творческие вещи, поэтому, конечно же, у меня есть такая книга, я вообще люблю такими делами заниматься, да, то есть какие-то вот, какие-то такие воспоминания, вот, если вам интересно, я могу, может быть, сделать обзор на эту книгу, она, конечно, еще в процессе, вот, но я ее хотела целый год сделать, уже давно, вот, и, конечно, на отпуске это легче всего, такие вещи осуществлять, на самом деле. И, кстати, извините, если я как-то не в фокусе, я стараюсь, конечно, смотреть в экран, чтобы я была в фокусе, но это, на самом деле, очень-очень сложно отслеживать, вот. В общем, да, то есть первая причина, это, конечно же, отпуска, которые нужно всегда отдохнуть от всего, хотя, честно сказать, я не умею даже отдыхать в отпуске, потому что, да, я люблю активные отпуски и вообще куча разных дел и так далее. Ну, в общем, и также я успела скататься в Гданск, в город Гданск, в Польше, оттуда я снимала видео, поэтому я очень надеюсь, что этот материал выйдет в ближайшем будущем, вот. Ну, а самая такая глобальная новость, почему же я всё-таки не снимала видосы на Ютубе, это потому что где-то месяц назад так произошло, что квартира, в которой я жила, внимание, её затопила бабулечка надо мной, которая жила тогда, вот. И это, конечно, очень негативные новости, с одной стороны, вот, потому что это всё произошло ночью, это вообще какая-то жесть, то есть вся вода лилась в квартиру на кухню, потом это всё прошло куда-то в коридор, и вообще было абсолютно не кайф, не айс было, да, как говорят у нас, не айс. Откуда эти словечки? Вот, и, короче, да, такая вот ситуация неприятная сложилась, нужно было всё сушить, полы, все полотенца, простыни, в общем, это просто какая-то жесть произошла, вот. И, несмотря на то, что я старалась спасти квартиру, всё равно оказалось, что кран был открыт у бабулечки, там, на втором этаже, на третьем этаже, аж целых три с половиной часа, по-моему, или три часа, да, три с половиной часа был открыт кран, она его открыла и пошла спать, отлично, за, в общем-то, свою раковину, она там чистила морковку, и, в общем, вот эта вся шелуха забилась там где-то в раковине, какие-то там кастрюли стояли, в общем, это всё вот так вот начало изливаться просто из краев, из краёв, и таким образом, конечно же, начало уже литься в мою квартиру, вот. И это, конечно, абсолютно не шуточки никакие, вообще просто всё отстойно. Пришли специалисты, измерили уровень воды в стенах, потолках и полах, и обнаружилось, что там всё в воде, и тадам! Эта квартира негодна для проживания, поэтому пришлось искать какое-то жильё, эвакуационное жильё, и, в общем-то, переезжать, вот. Причём на легковой машине. Это вообще, это жесть, конечно. Сами понимаете, что на легковой машине много не увезёшь, поэтому это тоже занимает колоссальное количество времени. Вот. Какие там съёмки, да, на YouTube? Ну, в общем, вы понимаете. Но, к счастью, всё закончилось очень хорошо, потому что мне предложили отличную квартиру, намного больше, намного светлее, с огромным множеством окон, что немаловажно для ютуберов, которые живут в северных полюсах. Ну, окей, я не в северном полюсе, но в северных широтах. Вот. И, конечно же, конечно же, это для меня большой плюс. Вот. Квартира большая, она в два раза больше, чем у меня была. И, да, сразу же вот эти вот вопросики, там, твоя квартира, не твоя, вот, сори, но это моё личное дело. Это, к сожалению, не касается сейчас YouTube, потому что мой канал не о моей квартире, а всё-таки больше о Финляндии, о моих каких-то хобби, творчестве, путешествии и так далее. Так что, да, спасибо за понимание. Спасибо вам за понимание. Вот. Так что, ребята, я с большой энергией, с большим приливом энергии и увлечённостью начинаю возвращаться сейчас в колею YouTube. И, надеюсь, вы очень рады этому. Я, например, очень рада. Да. Что вас ждёт этой осенью? Вас ждёт видосы про финских дизайнеров, архитекторов. Я хочу немножко разнообразить свою рубрику, да, не только о финнах рассказывать, каких-то обычных финнов, обычных финнов, а каких-то грандиозных людей, которые известны на весь мир какими-то своими достижениями. Вот. Я думаю, вам это будет интересно. Я надеюсь, что вам будет это интересно. Также, конечно, та же рубрика, всё, в Финляндии, конечно же, будет продолжать действовать. Вот. Также вас ждут влоги на самокате, потому что это был мой самый-самый классный... А, это, знаете, вот как делают фавориты, там, лето, там, ла-ла-ла. Вот мой фаворит лета — это самокат. И, кстати... Вот. Да, это был мой самокат, потому что я на нём прокаталась всё лето. И, кстати, собираюсь на нём кататься, и пока не выпадет снег. Вот. Да, это реально самое крутое. Что это? Кулкували, не? Блин. Ах, да. Кстати, случились же ещё ужасные новости в Турку. О май гад. Я вот не знаю, нужно ли снимать про это отдельное видео, потому что, блин, я как бы находилась в 300 метрах от теракта в Турку. Блин, на самом деле, я бы не хотела бы такие негативные темы обсуждать на своём канале, но я скажу, что я, к сожалению, пережила вот этот теракт, потому что он произошёл прямо перед моей поездкой в Польшу, вообще абсолютно не в тему. Вот. Очень напугал всех тут в Финляндии. Да. Вот. И, к сожалению, я была вот прямо рядом-рядом. Вот. Испытала вот такое вот на себе. Да. Вот такие вот новости. Вот. Но, честно, я не хотела бы зацикливаться на этой теме. Вот. Но... Да. Вот такие вот дела. Я думаю, что было бы правильно всё-таки немножко хотя бы рассказать вам, что и как. Вот. Но я думаю, что вы и так уже много знаете всего. Вот. Так что, ребята, я думаю, что это всё. У меня было очень классное лето. Вот серьёзно. Это прямо, наверное, лучшее лето было. Вот. И, кстати, ждёт ещё у меня одна поездочка. В ноябре меня ждёт одна поездочка. Я не буду сейчас говорить, куда я еду. Вот когда я вернусь, тогда вы знаете. Вот. Оттуда, скорее всего, будут влоги на самокате. Я очень об этом надеюсь. Очень-очень-очень. Вот. Постараюсь увезти с собой самокат туда. Вот. Ну, посмотрим, посмотрим. В общем, да. Кстати, спасибо всем за терпимость, за терпеливость, за то, что вы, несмотря на то, что меня так долго не было на YouTube, вы всё равно подписывались на мой канал. Спасибо вам! Я прям вообще... А-а-а! Молодцы, молодцы! Вот. Ну что... А что ещё сказать? Всё, ребят, наверное, это точно всё. И ни в коем случае не подписывайтесь на мой канал, чтобы обязательно пропустить все видео. И обязательно ставьте дизлайки. Лайки. Я не знаю, как вам. Отстойное видео, хорошее видео. Всё, в общем, это ваш выбор. Вот. И никогда не делитесь тоже так же с моими видео, чтобы никто никогда не узнал о моём канале. Вот. Ну всё. Всем спасибо за просмотр. С вами была Анс Кулайнен. И пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok